Уважаемые друзья, у нас стала добрая традиция собираться в конце года, подводить такие условные итоги. И, конечно, что очень важно, давать оценку тем, кто проявил себя на своей работе, и общественной, и государственной, и давать оценку. Очень важно отмечать добросовестный труд у каждого. Здесь, к моему удовольствию, собрались люди, которые своим трудом, своим отношением к жизни, к району, к его жителям, заслужили уважение и среди своих трудовых коллективов, и среди населения района. Вы являетесь поводом для нашей гордости, для радости, за то, что вы есть, за то, что вы так относитесь к работе и к жизни, и с вас берут пример. Особенно приятно, что здесь и старшие, и младшие поколения, и умудренные опытом были взрослые, и горящими глазами молодые. Не знаю, меня к какой категории можно отнести, никакой, наверное. Я больше беру с вас пример, радуюсь и горжусь вами. Здесь я отмечу, что мы пригласили, кроме работников государственных организаций, также и общественных. Деятели, кто занимается общественной работой, это вообще особая категория людей, которые не за зарплату, бесплатно, по зову сердца, помогают нашим людям, поддерживают жителей района во всем, и не только жителей района, тем приятнее, что вы здесь присутствуете. Хочу отметить, что, да, действительно, год был нелегким, так скажем. По-своему, трудный, сложный был год, и много испытаний в очередной раз нам приходится переносить. Вроде только пришли в себя от пандемии, но пришло время, когда нужно и родину защищать, и показывать, как ты действительно относишься к своей земле и к нашей свободе. И здесь я отмечу и период пандемии, и в этом году мы проявили жителей района самым достойным образом себя. И не было повода, чтобы мы за кого-то и за что-то следились бы. Могу с гордостью сказать, что мы самым достойным образом проходим и текущее испытание, связанное с официальной военной операцией. Да, к сожалению, не все жители района у себя дома. Пока мы здесь, в теплых и уютных помещениях, наши братья, наши сыновья защищают нашу родину, делают возможным, чтобы мы так спокойно собирались, спокойно спали и просыпались, и жили мирной жизнью, делали все для этого возможного на передовой. Пусть Всевышний тоже их хранит самым лучшим образом. Пусть они вернутся на родную землю, но уже с полной грудью медалей, орденов. Мы искренними гордимся, несмотря на потери. Я не слышал с фронта ни одного слова о наших ребятах, за которые нам было бы стыдно. Самым достойным образом несут свою службу, получают государственные награды, проявляют сильно свое мужество, храбрость, и ничего удивительного тоже, в принципе, здесь нет. Мы же знаем, кто были наши прадеды, кто были наши деды, которые сломали этот ребят фашистам, кто были, и остаются наши ветераны-афганцы, участники афганских событий, ветераны-полченцы. Есть кого брать пример, есть на кого равняться, и уверен, вот это нынешнее поколение, тоже молодое, не допустит того, чтобы за нас было кому-то стыдно. Мы все ими искренне гордимся, радуемся их отношению и к жизни, и к своей отчизне, и к защите государства, и к свободе, нашей общей свободе. И еще раз скажу, пусть и вышли их убережут и вернут целыми и невредимыми домой. Здесь, говоря о работниках государственных, муниципальных организаций, учреждений, хочу здесь особо вас также поблагодарить. Вы, несмотря на невысокие зарплаты, несете очень порядочно проявляете себя на работе. Люди, посвятив вашей организации, пообщавшись с вами, с благодарностью выходят из ваших кабинетов. Не это ли лучший показатель для работников государственной структуры? Чтобы человек пришел и, да, не всегда у нас получается решить вопросы, удовлетворить просьбу, но главное отношение и корректное, когда человеку объясняешь, по какой причине ты ему не можешь помочь, он с уважением, с благодарностью выходит от тебя и только доброе скажет о тебе. И, безусловно, когда ему грубят, когда с ним некорректно общаются, он на всю жизнь это запоминает. Мы знаем, кто бы что ни говорил, немного мы запоминаем, злопамятные тоже. Мы очень хорошо запоминаем, когда нам что-то делают плохое. Не только сами запоминаем, но и детям передаем вот эту неприязнь к человеку. Поэтому здесь особо ценно, что вы, добро и совестно, выполняете свою работу и стараетесь, по крайней мере, все, что в ваших силах сделать. И это не остается незамеченным. У нас люди очень благодарны. У нас не зря в горах говорят, если сделал кому-то добро, забудь. Но если тебе сделали добро, помни всю жизнь. И вот эту благодарную память тоже мы даже своим детям, внукам передаем. Мы знаем, если нам кто-то что-то сделал хорошее, мы своему сыну, скажем, имей в виду, вот этой семье мы обязаны. Поэтому и вот эта благодарность, это, наверное, самая высокая оценка вашей работы. И вот это, наверное, самое ценное, что мы можем своим детям, своим и внукам, если вычисли, и они будут, у кого нету, передать свое доброе имя. Приятно бывает, когда о наших родителях, о нашем дедушке, бабушке, прадедушке говорят, вот такой был достойный человек. Вот чувство гордости приходит к нам. И уверен, что из-за вас тоже ваши потомки будут гордиться, радоваться и будут с вас брать пример. Не только другие жители района. Здесь, безусловно, много проблем, наверное. И недостатки бывают в работе. В первую очередь у нас они есть. Так и у любого другого человека. Чтобы тебя не критиковали, нужно не быть никем, не делать ничего и сидеть. А когда ты чем-то занимаешься, обязательно и критика бывает, и порой непонимание где-то бывает, так что достаточно ничего не делать, чтобы тебя не критиковали. Время оценит каждого, и оценку тоже каждому житель даст. Бывает, что в данный момент время тебя не понимает. Но время все ставит на свои места. И с истечением времени определенного периода все равно этот человек, который вас не понял, он один прекрасный день перед сном, прокручивая мысли за день, вспомнит вас и подумает, этот человек же был прав, когда он в чем-то не отказывал. Поэтому не нужно этого бояться, не нужно этого опасаться, слишком беспокоиться о том, что вроде казалось, что мы делаем что-то правильное, но нас не понимают. Это тоже испытание от Всевышнего, как вся наша жизнь. Это тоже испытывает нас на прочность. Разное бывает, особенно когда человек приходит в больницу, другие социальные учреждения, тем более больной человек, человек, которому плохо, у кого проблемы, он бывает порой, наверное, где-то груб, где-то возмущенный, где-то чересчур эмоциональный. Но и здесь я хочу дать должное вам, вы проявляете терпение, не реагируете на подобные эмоциональные выпады. И даже больной, недовольный, злой человек часто от вас уходит уже с улыбкой на лице. Это очень важно, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы вот так относитесь, от каждого жителя района, за ваш труд и за ваше отношение к жизни. И, безусловно, мы не могли и пустыми руками вас отсюда отправить. Это мы решили скромным образом вас поощрить. Часто шутят, у человека не дали, да, чем грамоту. Мне лично бывает приятно, когда я вижу своего деда, своих родителей какие-то награды, поощрения, вот меня переворняет чувство гордости. Вот это остается. Поэтому то, что мы сегодня вам хотим вручить, это тоже больше рассчитано на ваше будущее поколение. Пусть они через определенное время у себя дома в архиве, в своих семейных документах найдут эту грамоту и богатарность, и вспомнят вас, и за вас дуа сделают, и будут гордиться вами, и младшим покажут. Вот смотри, твой отец, бабушка или дедушка был вот таким достойным человеком, не смей подвести его и оборочить его имя, да. Это же очень ценно, и воспитательный характер носит это. И с такого принципа мы тоже исходим. Деньги пусть вам дадут ваши работодатели премии, да, побольше вам и наличности, конечно, и с этой целью мы вас собрали, чтобы порадоваться и самим, и в очередной раз вам руку пожать, вас поздравить. Еще раз скажу вам просто простое человеческое спасибо. Я от себя хочу пожелать вам главное крепкого здоровья, пусть ваши дети радуют, пусть родители у вас не болеют никогда, пусть у кого нет детей, будет полный дом детей, и пусть все ученики тоже нас от ненужного, от всего плохого, убережут нас, все наши семьи, да и весь район, пусть будет барракатно. Искренне рад, что вы сегодня пришли, разделите эту радость в преддверии Нового года. Я попрошу, чтобы вы и своим семьям, и коллективам передали от меня эти самые добрые слова и поздравления. Я физически не смогу со всеми встретиться, поэтому вы такие послы своих коллективов, своих семей здесь, и я вам прошу передать самые добрые слова от меня. Каждому, своему родному, близкому, коллегам, да и, к сожалению, физически мы не можем всех собрать здесь, но это не значит, что в районе нет больше достойных людей. Каждый человек достоин, по-своему. С наступающим вас, дорогие друзья! Пусть следующий год будет значительно лучше нынешнего. Я люблю повторять фразу, лишних людей не бывает. Никто на этом сете не родился, не зашел на этот сет лишний. Значит, у каждого своя миссия и каждый должен понимать это и трудиться во благо общества, своей семьи, своих детей, родных, близких. И очень приятно, конечно, здесь, как было сказано, и взрослые, у которых лично я советуюсь. Тимирхан Магомедович, к примеру, человек опытнейший и другие, и молодые, с которыми я дружу и наравне выполняю какие-то поставленные руководства района и в целом государственные задачи. Очень приятно. Поэтому, конечно, в преддверии Нового года это, наверное, пора такого хорошего настроения и это пора каких-то лучших ожиданий. Пусть все ваши ожидания, то, о чем мечтаете вы, мечтают ваши семьи, родные, близкие, пусть все это сбудется. И Новый год пусть начнется с самых лучших моментов. Пожелаю вашим семьям крепкого здоровья. Пусть вас уважают, ценят на вашей работе и будьте достойны всех похвал. Еще раз поздравляю с наступающим Новым годом здоровья, успехов, семейного счастья. Спасибо. За активную общественную деятельность и поддержку участников специальной военной операции из Готовского района наградить почетную грамоту муниципального района Готовский район Дибирова Тимирхана Магомедовича, ветерана спорта. Тимирхан Магомедович, лично был в зоне специальной военной операции на Донбассе, навестил наших ребят, увиделся с жителями, он своими глазами увидел ситуацию, которую там находят, в настоящее время складывается. Большая ему благодарность вместе с нашим Магомедом, другим руководителям, собственникам Кафе Эверест. Спасибо большое, что вы и передали и салам от жителей Готовского района нашим ребятам. Это очень важно сейчас, чтобы наши там братья, наши сыновья знали, что они, мы гордимся им, что мы с ними. Скажу бы, Ботовский район большое количество, десятки тонн гуманитарной помощи направил, даже наши детишки собирали в школах посылки солдатам. И младшие, и старшие приняли участие в поддержке участников спецоперации. Мы и семьи их поддержим. Будем сегодня, завтра всем детишкам, тех, кто находится на передовой, вручать подарки. Тимирхан Магомедович, вам большое спасибо. За то, что вы ехали. Казалось бы, должны были ехать мы молодые, но, как всегда, мудрость старших и в этих делах правильное оперативное реагирование и ум всегда преобладает. Мы берем с таких людей пример. Это вот наши аксакалы. Пусть Всевышний как можно дольше вас сохранит рядом с нами. Спасибо. Наградит Магомед Алиева Магомеда Лобазан Гаджиевича индивидуального предпринимателя. Наградит Муртазалиева Курбана Магомедовича индивидуального предпринимателя. Магомеда Лобазан Гаджиевича в центре села этот человек сделал так, чтобы эту землю выделили для создания тампарка, чтобы наши дети, наши женщины могли сидеть и приятно проводить время. Баркава, за ваши отношения. Наградит Амарова Абдулла Магомедовича генерального директора общества с ограниченной ответственностью Гранд Техностроя. Наградит Хавиларова Мурата Магомеда Леевича индивидуального предпринимателя. За активную общественную деятельность и вклад в духовно-нравственное воспитание жителей Бодрихского района наградит почетной грамотой муниципального района Бодрихский район Газимагомедова Газимагомеда Исмаиловича. Я не знаю уже количество мечетей, которые он в Дагестане построил. Я не знаю, в Бодрихе он как минимум несколько мечетей и молебных домов построил, в том числе даже на берегу озера Казиноя для всех, кто будет там отдыхать. Вот Брушуха мечеть, это его рук дело. Здесь молебная комната напротив фото Шамиля его рук дело. Еще сколько, я даже боюсь ошибиться, где только он не помогает. И, казалось бы, не самый богатый человек. Дошло до того, что Газимагомед поехал на Донбасс пловом кормил наших ребят. у нас, у нас мужчины лицо не хвалят. Я тебя не хвалил, Газимагомед. Я хочу от всех жителей района сказать тебе просто большое человеческое спасибо за то, что ты есть и пусть таких людей будет как можно больше. Хотя живет он далеко в Кизляре, но бывает ближе, чем многие другие жители рядом с нами во всех добрых делах. Наградит Магомедова Ахмеда Магомеда Гаджиевича, имама селения Халитурим. Я пользуюсь случаем в лице Ахмеда хочу всех имам в мечети поблагодарить. Мечети лучше, чем наши дома выглядят. Мы только в пятницу посещаем мечети, но если там какого-то гвоздя не хватает, мы очень хорошо замечаем это. Но нечасто делаем так, чтобы это исправить. Но эти люди, которые только ради Всевышнего огромную работу проводят, очень часто невидимую работу. И Ахмеда в его лице всех имамов я хочу поблагодарить. Когда нам хорошо, мы часто бежим к Ахмеду и к его коллегам. Согласитесь, спасибо за то, что вы делаете. За вклады в социально-экономическое развитие муниципального района Ботхетский район и достигнутые трудовые успехи наградить почетной грамотой муниципального района Ботхетский район Абакарова Аминтазу Магомед Хамиловича Бухкалтера Централизованной Бухкалтерии. Аминтаза один из самых квалифицированных экономистов в районе можно сказать спасибо за работу. В награде Азай и Ом Абинат Магомедов инженера первой категории большинского филиала Министерства милиаряции земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан Поздравляю Магомедов Вашим лицей большой коллектив особенно садоводы видят и ценят Вашу спасибо Награде Али Гаджиеву Зультию Гаджиеву младшего лепната полиции ОМГД России по Бухгинскому району Награде Алиева Ахмеднаби Магомедовича телеоператора районной вмешательной компании Ботсик Если бы он меня плохо снимал я бы его не наградил Он всегда в тени бывает Мы всегда видим только Даренко Но всю работу проходит Ахмедович Награде Али Султанова Али Султана Бадургиновича Казначея отдела номер 17 Управления Федерального Казначества Республики Дагестан Награде Ахмедулаева Ахмеднаби Магомедовича Начальника участка Общества с ограниченной ответственностью Южгазстрой Благодаря Ахмеднаби и его коллегам Если положили у вас в этом году асфальт во дворе или на дороге то это благодаря им Спасибо Награде Бекулатову Хутман Нажулаевну Фельдшера скорой помощи Боттельской ЦРВ Скорая у меня особое отношение У меня мама очень долгое время работала Я знаю какой это труд Ни днем ни ночью ни режима Только они устанут после пятого вызова и положат голову на подушку обязательно вызов самый неудобный самый тяжелый Поэтому огромная благодарность вам вашему лице всему коллективу отложить свою скорую помощь Награде Награде Гаджиева Магомед Хабим Магомед Загидович заведующего производством общества с ограниченной отельскостью аквариус А вы думали кто готовит лучшие соки в Дагестане Могу с уверенностью сказать даже покляться на священных писаниях что один из лучших соков в стране Это все признают куда бы мы ни послали те кто работали у нас в районе в Республике и уехали разные руководители они даже находятся в Москве берут наши утрецкого завода консервные соки действительно прекрасная продукция мы в школах и в садиках своим детям даем эту продукцию не потому что завод наш или чужой а потому что качество и мы в них уверены а детям мы привыкли давать лучше и этот человек один из ключевых на этом заводе очень огромную работу проводит как универсальный солдат он по-моему пять должностей там совмещает вот пусть желаю чтобы вы всегда оставались на этом заводе чтобы мы не искали вам замену огромное благодарность за работу наградить Гаджиева Шамиля Абус Агирович главу сельского поселения село Алак Минь это человек у которого в том числе я учусь один из опытных мельчат главы поселений пока мы на должностях мы спасибо не получим Шамиль так что спасибо за работу Наградить Гасанову Хабизат Амаргаджиевну, заведующего информационно-методическим отделом Ботхельской центральной районной библиотеки. Наградить Гусейнова Муртазали Гусейновича, тренера физкультурно-отворительного комплекса Ботхель. Я про тебя не буду говорить, скажу в целом о тренерах. Вы проводите огромную работу. То, о чем мы не могли еще лет пять-десять назад мечтать, вот эти награды мы сегодня получаем. Тренируясь в Ботхельской районе, ребенок становится чемпионом России и Европы. Это для нас космические услуги. И вот при подуманном отношении у нас есть уверенность, что район наконец получит золото Олимпиады. Ничего. Так что в этом направлено двигаться. Вот вам задача. Спасибо. Вашим лицам всем премьерам. Спасибо. Наградить Гусейнову Хатимату Амаровну, ведущего ветеринарного врача-эпизотолога Ботхельского районного ветеринарного управления. Аплодисменты. Хатимат, вашу работу часто не видят, но очень хорошо потом жалеют те, кто заразился бруцелезом. Согласитесь. Так что огромное благодарность за то, что вы делаете. Очень тяжелая болезнь на самом деле. Очень часто их не слушают и очень сильно жалеют жители нашего района. Наградение за Нилкова Ислама Хизирьевича, судебного пристава-исполнителя отделения судебных приставов по Ботхельскому и Ахватскому районам. В вашем лице хочу всех судебных приставов тоже поблагодарить. Вас не хвалят, как и меня. Только проклинать, ругаться приходят. А то, что они задолжали алименты несчастной матери, которая трех детей не может накормить из-за того, что там какой-то мужчина, да, с позволения сказать, не может эти алименты оплатить, этого же люди не понимают. Но у вас невидимая, но очень нужная работа. Всему коллективу спасибо. Я знаю, они завалены, они чуть не ночуют на работе. Наградить Исрафилова Магомеда Абдулаевича, тренера, преподавателя Ботхельского района в Адью-Сеше. Прекрасный спортсмен Магомед, мой друг, и прекрасный тренер. Благодаря вам, наша волейбольная команда, это гордость. И ваша мецель, все сборные района по волейболу. Наградить Кура Магомедова Магомеда Байраковича, машиниста-экскаватора общества с ограниченной ответственностью в Ботхель Агрокон-Дорстрой. Магомед и такие люди, как он, это простые работяги. Мы знаем, вот часто мы их работу не видим, но самые ценные кадры они. Простой рабочий, и его труд всегда должен цениться. Спасибо вам в вашем лице, вот и всего коллектива нашего асфальтного завода, как мы говорим. Большое славу коллективу. Наградить Курбанова Шамиля Абдурахмановича, главу сельского поселения, сельсовет Будуберинский. Шамиль относится к числу молодых, как я, самых активных глав. На самом деле, шустрый, я не знаю, когда он спать успевает, но иногда спишь он. Я тоже сплю. Наградить Лобазанова Лобазанова Раджавовича, директора Ассалтинской Сочи. Какой приличный человек не знает Лобазанова. Он на всероссийском уровне продемонстрировал, какие у нас дети, какие у нас тренеры. Во всероссийских президентских состязаниях он стал первым по всей России. И сегодня он продолжает работу директором уже Ассалтинской школы. Мы его попросили взять эту ношу на себя, потому что самое ценное это наши дети. Он был руководителем спортивной школы Ассалтинской. В школе работа потяжелее, но он с честью справляется Лобазан. Спасибо за то, что вы делаете. И в вашем лице в целом, всем эффективным руководителям. Наградит Магомед Гаджиева Магомеда Бурзиевича, капитана полиции. Он выведает Россию по Бутовскому району. Магомед Гаджиевич, в совесть нашего РОВД, пусть таких порядочных сотрудников и у нас, и у вас будет как можно больше. Наградит Магомедову Замиру Сахратулавину, методиста информационно-методического центра управления образованием администрации муниципального района Бурзиевского района. Замира сколько работают? Я забыл. С прошлого года, да? С прошлого года работает, уже заслужила награду. И пусть другие тоже равняются, более молодые на нее, новые специалисты. Нам ее рекомендовали как опытного и в то же время очень скромного специалиста. И эту награду она заслужила. Мне, честно говоря, приятно, что вот за такой короткий период времени ее руководство из Большого метод-центра именно ее представило. Не по родству, не по дружбе, а по заслугам. Спасибо. И в вашем лице, самоуправленное образование, метод-центру. Наградить Магомедова Сулеймана Якубовича, мастера ботхерских рейсов. АПЛОДИСМЕНТЫ Калиман, вот, хотя люди проклинают, что свет отключили, я им объясняю. Они хорошую работу проводят. И огромную работу проводят. Они на горбу тащат эти столбы, которые поднять, которые нужно минимум 5 человек. Сколько эти столбы весят вообще? Я когда вижу видео, как они на горбу тащат, на горы эти столбы, думаю, никогда бы на этой работе я бы не продержался. Вот, честное слово. Большое спасибо всем электросетям. Часто вы благодарность не получаете. Но когда на 3 минуты отключат свет, очень хорошо вас вспоминают, да? А когда круглый год у них дома свет есть, никто не вспомнит сказать, «А Сулейман молодец, ему спасибо». Огромную работу проводите. Так что терпение. АПЛОДИСМЕНТЫ Наградит Магомедову Пари Амаровну. Специалист в первой категории управления сельского хозяйства администрации муниципального района. Пари – это самый добрый, самый родной человек в этом здании, в управлении сельского хозяйства. Так что каждый, кто занимается сельским хозяйством, очень хорошо Пари знает. Заходя в управление сельского хозяйства, любого человека встречает улыбка и теплота нашей Пари. Я не буду много ее комментировать. Она не нуждается в комментариях. Какой приличный человек не знает Пари? АПЛОДИСМЕНТЫ Наградит Магомедову Перзиятов Бай Сундуровну, корректора, редактора районной газеты «Трупа». С Перзиятом мы лично дружим. Спасибо и вашим девочкам, редакции, за то, что иногда с опознанием газета приходят, но это не вина Перзиятов. Порой подводят эти типографии и так далее, так что вы тоже не сильно проклинаете и подписывайтесь на газету. Наградит Магомедову Суханадму Сазариновну, помощника судей Большевского районного суда. АПЛОДИСМЕНТЫ Субханад, я тебя знаю ровно столько, сколько я знаю в отрасли районный суд. И работаю юристом, и всегда, на самом деле, очень добрая женщина, и всегда только с улыбкой встречает, кто бы там ни был. И я представляю, эти, наверное, кого-то осуждать приходят, увидев Субханад, наверное, им легче становится. Хоть они оттуда же и в тюрьму направляются. Большое спасибо вашему коллективу. Самый гуманный суд в мире. АПЛОДИСМЕНТЫ Наградит Махмудову Нагиру Авидуваевну, воспитателя реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы знаем наш реабилитационный центр. На самом деле, работу выполняет этот коллектив, который не каждый, наверное, вытерпел. Это особенные дети, нуждающиеся в особом внимании, особом отношении. Очень тяжело с этими детьми работать. Мы порой не можем дома своего одного ребенка достойно воспитать. А они ухаживают, присматривают, воспитывают детей с особенностями, я не скажу с ограниченными возможностями, но детей безграничных способностей. Это очень ценная работа. Пусть вам и всему вашему коллективу воздастся. И на этом свете и в жизни вечна. В награде Нагиру Лаева Махача Гамбулатовича, главного специалиста-эксперта отдела персонального учета и обработки информации. Отведение пенсионного фонда... На самом деле, у меня лично пенсионный фонд ассоциируется с Махачом. Добрые мы с ним друзья. Один из высококвалифицированных специалистов. На республиканском уровне я знаю, с ним делятся опытом и коллеги. Пусть таких профессионалов будет как можно больше. Наградить Нажмудинову Сакинату Гасанову, главного эксперта-специалиста, Роспотребнадзора ПРД в Водкесском районе. Вы думаете, почему у нас садика в школах хорошо кормят? Потому что Сакинат попробует не накормить, что она им устроит. Это очень ценная работа, которую они проводят. Недавно был их руководитель, тоже государственная награда отмечен. Я специально его не поздравил, а то по телефону обойдется. Чтобы обмыл он мне. Медалью Пирогова был их руководитель. Отмечен Сакинат мы все знаем. Сразу после Таймасхана у нас Роспотребнадзор ассоциируется с Сакинат. Не всегда, наверное, благодарность получаем, но работа у нас такая. Контролеру часто не говорят спасибо. Но когда он плохо работает, все люди очень хорошо замечают. Спасибо за то, что вы бережете наше здоровье. И продукты питания, и детское питание, и взрослые. Хоть до воды в доме каждого вы контролируете. Огромная работа, часто невидимая работа. Но мне от этого не менее важна. Очень необходима, крайне важная работа. Пусть в районе не будет дня без Роспотребнадзора. Наградить Нурмагомедова Муртазалий Алиевича, главного специалиста отдела заплаты сетового счета и отчетности управления финансовой экономики, администрации и муниципального управления. Спасибо за работу. Он относительно так же недолго работает в финансовом управлении. Мы его взяли по многочисленным рекомендациям. Только положительно об этом человек говорил. Как профессионал, он долгое время работал в РКЦ, расчетно-кассовом центре, как мы его называли. И действительно, одни из профессионалов своего дела, экономистов, финансистов. И пусть таких работников будет как можно больше. Наградить Османову Магомедзагида Ахмадулуэльча, методиста информационно-методического центра управления образованием администрации муниципального района в Украинской районе. Наградить Пахрудинову Жамилят Багрудинову, врача-пределорка, 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 врача-пределорка. Сколько взрослых детей вылечен, только все очень знают. На самом деле, мы же все как делаем? Мы знаем больницу, кому можно пойти, кому лучше не стоит. Жамилят все рекомендуют. Иди к Жамиляту. Она правильно будет лечить. Это я не для красивого слова говорю. На самом деле, на таких специалистах больница и поликлиника держатся. Если вам один раз неудачное лечение, мы очень хорошо это вспоминаем, всему тухому рассказываем. Но 50 лечений, которые вы правильно назначаете и спасаете жизни, порой остаются без внимания и благодарности. Не думайте, что мы это не ценим. И главное, всевышний оценит вашу работу. И вашими руками всевышний нас лечит. Вашему лицу, всему коллективу поликлиники. Большая благодарность. Наградит Расулова Гусейна Ахмедудиновича, ведущего инспектора Центра занятости населения в муниципальном образовании Боджикской районной. АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТЫ И пусть он останется без безработицы. Наградит. Собождаем вот Зумруд Жамал Аудиновну. Учителя географии Ундинской СОШ. Зумруд, я боюсь ошибиться, как назывался конкурс, кто меня исправит. В республиканском конкурсе, который проводился по инициативе Муфтия Тарисуллики Дайстан, команда подготовлена Зумруд. Перед отправкой туда мы тоже с ней встречались и заняло первое место. Я был приятно удивлен, честное слово. И спасибо. Это же показатель. Очень часто у нас умницы дети, прекрасные дети. Просто нужно их потенциал раскрывать. И благодаря таким, как Зумруд Жамал Аудиновна, этого нам удается сделать, как Лазанда Джабовичка, Зумруд Жамал Аудиновна. И вашим лицам всем педагогам, которые отдают всю свою душу, все свои знания, наши, чтобы воспитать достойными людьми наших детей, большая благодарность. А как конкурс назвался? А ты правила. И на республиканском уровне их отметили. И такая скромная награда, чтобы она могла мне потом обмыть, я тоже хочу вернуть. Спасибо. Продолжайте. Награде Саидидинова Израила Долгатовича, главу сельского поселения села Панхедатли. Израил, Саидидинова самый старший, да? Наверное, и самый мудрый. На самом деле, это человек, у которого можно многому поучиться. Он получил большой опыт в разных структурах и сейчас является одним из самых уважаемых и самых опытных глав поселения. Спасибо. Служба Ахат вашим селением. Награде Суламанова Азумухана Рамазановича, прапорщика полиции ОМВД России по бультикам районов. Награде Таймасханова Магомеддаби Рашидхановича, майора полиции, старшего эксперта МВД по республике Дагестан. Награде Тимирханову Раиса Булачину, воспитателя детского сада Святячок, село Ангим. К своему стыду с райсадом мы раньше не сталкивались, хотя сельчане и так далее, сейчас копать начнем мы очень родственники окажемся, очень близкая эта семья, к своему стыду мы не встречались, их мать и нам как родная тетя. Так что тем приятнее райсад, и хочу поблагодарить и коллектив. На самом деле, большую работу проводите, как-то был там в садике, даже двор такой, мне стыдно стало за этот двор, это же не их вина, это моя была вина, но я это исправил. Нормальный двор теперь? Спасибо. И у вас очень уважаемая семья. Я не удивлен, что вы заслужили эту награду. Народи Шоколаеву Мадину Магомедовну, врача-эпидемолога филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения, Центр гигиени и эпидемологии Республики Дагестан в Ботховском районе. Мадина, часто люди даже не знают, что у вас две организации, Роспотребнадзор и вы, но вы действительно пальцы одной руки. Все слова, которые адресованы наши Сакинат, они в смысле этого слова относятся и к вам. Вас многие не знают. Это может и хорошо, и плохо, но работа очень важная, которую вы проводите. И спасибо вам, и всему коллективу, пожалуйста. У нас как филиал сохранился. Многие даже не знают, что у нас есть филиал Центра гигиени и эпидемологии. Все думают, что это Таймас Ханова работник. Награды Шамилова Анвара Дайдуевича, владителя акционерного общества Ботховская ДЭФ номер 7. Саша, а ну-ка снимай быстро куртку. Снимай, снимай, я хочу с тобой сфотографироваться. Мы с ним часто, не часто видимся, это благодаря его руководителю Хайрули, который гоняет безбожье. Вот их руководитель дорожной службы, как-то один из их работников говорит, слушай, не заберете этого Хайрулу забрать оттуда. Что случилось? То, что 15 лет не делали, он говорит, заставил за год нас делать. Так что Анвара Дайдуевича, число опытных работников относится, спасибо за вашу работу, благодаря вам водителям нас не проклинают. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь давайте. Мы знаем, что можно набрать два номера и полную квартиру по району получить. Это в первую очередь Центр социально обслуживания населения, а потом уже и фонд ДНСА. Вот эти две структуры, которые огромную работу выполняют, очень невидимую, но очень ценную работу. Самые обездольные, самые нуждающиеся, многодетные, несчастные эти семьи, как последняя надежда работать к КЦСОМ. Мало того, они за каждым стариком ухаживают, у которого даже порой, за которым родственники не смотрят, к нашему студию. И такое бывает, иногда и такое слышишь. Но работа, скажу, за которую не каждый взял с собой. Но очень важная работа, пусть Всевышний вам воздаст. И огромное благодарность всем вашим девочкам. Наградите символотову Абугакара Сайдулаевича, начальника отдела муфалского учета и отчетности управления финансов и экономики администрации Министерства районов Санкт-Петербурга. Абугакар, мягче и добрее человек, Абугакара, честное слово, на этой территории нет. Удивительно добрый человек. Жене чертовски повезло. Это взаимная, я думаю, умеха. Спасибо Абугакар за профессионализм и доброту вашу. Наградите, каково выгодит врач Каджиевну, проведующего бактериологическим отделом Боткельской фирменной предполагации. Я говорю, хоть так мы вытаскиваем вас из вашей организации. В этой лаборатории все наслышаны, но не каждый знает, кто там работает. Большая вам благодарность. И руководитель у вас, большой профессионал коллектив, очень опытный, действительно, квалифицированный. Среди таких профессионалов числится ваш коллектив, по рисунке, среди других организаций. Невидимая работа, согласитесь. Но очень важная. Как я говорил, о том, будут слезы, когда заразится человек, потом он сломан. О результатах ваших анализов, которые он проигнорировал. За достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу объявить благодарность Айгуновой Халимат Митаровне, старшей медсестры Ангийской участковой больницы. Ангийцы же не все Аварские знают. Это старшее поколение знают. Большая благодарность. И участковой больницы я хочу в вашем лице и коллектив Ангийской участковой больницы, и Туовской участковой больницы. Большую благодарность выразить. Вы очень большую нагрузку снимаете в центральной районной больнице. Только в крайних случаях приходят уже сюда. Часто, наверное, вашу работу не всегда оценивают. Всегда внимание, наверное, бывает в центральном аппарате. Не думайте, что мы о вас забыли. Но у нас то есть совесть чистая. Мы провели капитана. Но вы не его получили. Будем продолжать. Коллективу большой привет от меня. Но все равно надо новую участковую больницу устроить. Будем на душе. Объявить благодарность. Али Дибировой, Заремия Шахбановна. Заместитель руководителя дополнительного офиса номер 85-95 Сбербанка России. Зарема, вы знаете, я очень хорошо вашу работу, особенно с клиентами, знаю почему, потому что у меня жена оказывается тоже работала. И она все мне рассказывает, как было. У жен как бывает. Они же все рассказывают мужу. Это надо минимум полчаса после работы выделить, чтобы жена выговорилась. Иначе не отстанет. Я очень хорошо знаю специфику вашей работы. Бывают и перегруженные. Там разные, наверное, приходят. Когда рубля не хватает, он иногда бывает и истерику устраивает. Не все так хорошо живут. И за терпение вам спасибо. К числу одних самых таких хороших относятся и ваш офис, и коллектив у вас прекрасный. И хочу вашим лицам весь коллектив поблагодарить. На самом деле очень корректные, вежливые. Тем более мы с вами соседи. Объявить благодарность Аминовой Альшат Мутназалиевне, педагогу правильного центра дополнительного образования детей и юнишества. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Те, кто к ним ходят, они на самом деле, дети отличаются. Поспитанные бывают. Им ерундой заниматься времени не бывает. Я желаю, чтобы все ваши коллеги относились к вашей работе так же, как и вы. На самом деле, очень важную работу проводите. Где-то и, когда я вижу результаты ваших трудов, что эти дети готовят, изготавливают умелые ручки, бывает приятно. У нас на самом деле очень талантливые дети, согласитесь. Умницы дети, просто надо помочь раскрыть им потенциал. Так что, большая благодарность вашим коллективам. Вчера на корпоративе вас не было. У них был вчера корпоратив, мне тоже посчастливилось их поздравить. Без коллектив. Давайте вот это тоже надо. А, сверху забыли. Здесь сверху какой-то. Объявить благодарность Бурагановой Хадижат Магомедовна, оператору отделения почтовой связи акционерного общества Почта России. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы не виноваты, что удух и опаздывают. Сразу говорю, хакикат, другие газеты на следующий день приходят. Я это разбирал, оказывается, там типография виновата. Я был на них злой, без вины. Так что прошу простить, все у вас там мои подруги, кстати. И ваш руководитель, и коллектив. Очень удивительно, приятные девушки. И к ним же, как правило, ходят самые простые люди, так скажем, на почту. И все от вас уходят довольны, с улыбками. Это вам, весь коллектив вас построен. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 У них очень старая машина, вот это уже на моей совести. Вот представитель правительства приезжал, у него недавно целая делегация была в районе, и мы готовимся встречать на арке, как мы привыкли, наших гостей. Там хлеб, соль, гостинские пироги, соки. Опаздывают они. Я уже начинаю злиться. Оказывается, машина подводит. Но ничего, Руслан чуть ли не толкал ее вперед, и доехали, но район не подвели. Если в районе какой-то баннер криво прикреплен к стене, это его рок-тел, имейте в виду. Объявить благодарность Гаджиеву Ширваны Гаджиевичу, диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службы района. Объявить благодарность Дитин Гаджиеву Юсупу Магомедовичу, водителю спецтехники управления жилищно-коммунального хозяйства. Юсуп, это тебя чуть не забрали, да? Куда? Мобилизация. Они опоздали? Опоздали. Вот их труд очень хорошо оплачивается тоже в частных организациях. Очень тяжело их удержать. Вот когда они хорошо работают, мы ничего не замечаем. Но попробуем, надвратно их не будет. Потом сразу все так становится, что нам уже стыдно будет. Спасибо. Часто ваши ЖКХ не благодарят. Да, когда дома вода есть, никто о вас не вспомнит. Ну, попробуй на три минуты отключи. Наши жены с нами такое устраивают. Поэтому большая благодарность вам. Они и ночью. Бывает зимой холод. Вот, когда мы во двор не выйдем, они бывают на месте и все эти недостатки устраняются, антиаварии и так далее, копают. Ну, согласитесь, не каждый же возьмется работать в ЖКХ. И вот это ваш труд коммунальных служб очень ценный для нас. Всему коллективу большое спасибо. Вот, увидите, непосредственно рука уже больная. Ну, скорейшего здоровья. Объявить благодарность долга Таруу Батурбееву Хазбековичу, ведущему инспектору контрольной счетной палаты на муниципальном районах, вот, смирает. Вы знаете, я так скажу, я в своей работе стараюсь молодых людей, пусть старшие не обижаются. Я старших очень люблю, уважаю, но я стараюсь на молодежь упор делать, потому что один-два года натаскаешь молодого человека, он уже результат выдаёт. И на часы не смотрит, когда пять часов. Если надо спать, на работе спит. И, конечно, у молодого человека и потребности меньше будет. У них внуков нету, которые тебя кошмарят, да, дай дедушкам магазин, каждый день по сто рублей, да, и потребность меньше, и глаза горят. Я всегда это говорю, да, старшие обязательно рядом нужны, чтобы под их чутким руководством мы молодые работали, но результат выдают молодые. Грамотные, квалифицированные молодые, в его лице я такого специалиста нашёл. Есть работники, которыми я искренне обрадовался в здании администрации за то, что они попали, сейчас после него и другого наградим. Видя их, часто критикуют, вот молодежь, неграмотная и так далее. Неграмотной молодежи всегда хватало. Но ещё больше была грамотная, умная молодежь, просто надо правильно выбирать. И уверен, вот такие специалисты, они результат уже выдают. Код-два научи его работать, дальше он любого сам научит. На самом деле, я искренне рад, что Баттербей оказался в этом плане, вместе с нами работая. Спасибо. Объявить благодарность Дибирова и Хатимат Дибировны. Социальному работнику комплексного центра социального обслуживания населения, муниципальным образованием Борск-Скеряево. Я очень много из того, что должен был сказать, и не сказал о вашем коллективе, в центре социального обслуживания населения. Вы социальный работник. Вот как раз те, кто ухаживает за бабушками, за дедушками, за тем, кто к нашему студию, некоторые дети не ухаживают. Вы им заменяете детей. Спасибо большое. Объявить благодарность Дибировой Эльмире Гусеновне. Медицинскому статистику, будь я сказать, ЦРБ. Эльмир, это ты рисуешь там все, да? Показатель нашему главврачу. Спасибо. Мы часто на медиков обращаем внимание. Но если вот этот экономический блок, другой технический блок в больнице не будет работать, они ни одного рубля не получат. Когда экономический блок, технический блок хромает, это уже отражается на финансировой больнице. Потом уже этот недовольный человек, не найдя лекарства в больнице, направляется вот этой бедной медсестрой туда, в частную аптеку. Так что ваш труд очень важен. На самом деле, только не принижайте цифрах. Объявить благодарность Исимбулатовой Асиад Афмидовну, оператору многофункционального центра по внуковскому району. Асиад, у вас очень уважаемая фамилия. И вы действительно продолжаете это дело у старших, начиная с вашего деда. Спасибо за то, что... Я вначале, когда ее представили на награждение, я говорю, здесь ошибка, как Асиад. У нее сестра бурлят еще в МФЦ работает, умница девочка. На самом деле, я говорю, здесь бурлят должно быть. Оказывается, еще одна из младших сестра, не менее умная, как старшая. Они с честью носят вот эту фамилию Исимбулатовых. Спасибо за работу. Ваша МФЦ, конечно, стоит самых высоких похвал. Объявить благодарность Захаряевой, Хатимат Адулайна, младшему научному сотруднику Горьковского историка-краеведческого музея. Идем сюда, Хатимат. Вы знаете, мы не так давно, один год работаем в музее, но за это время он стал по-настоящему центром движения. Как только руководителя назначил Амина Цултанова, я сказал Амина Цултанова, никого не слушаешь, берешь только достойных музеев. Ничьи родственники, мекунаки, тети, дяди, дочери, племянницы, не надо. Умница. Ребят, найди, молодежь, активную, креативную. Я хочу, чтобы это место было самым красивым, самым современным местом в районе. И говорю, ни в чем вам отказывать не буду, но я должен гостя в первую очередь отвезти в музей, чтобы он в музее увидел всю красоту нашего района, потому что он физически не может все посетить. И вот эту задачу этот коллектив действительно с честью выполнил. За год они уже показали результат. Практически каждый день у них мероприятия проводятся. И вообще мысль была, чтобы этот музей был не просто там классический музей, пошел, прогулялся, увидел экспонаты, вышел и забыл. Мы знаем, что классический музей второй раз уже человек нечасто ходит. Я это все экспонаты увидел, что мне там смотреть. Но я хотел, чтобы это место было отчасти таким объединенным, совмещенным с классическим музеем. И вот в Махачкале есть такой исторический парк «Россия. Моя история». Прямо рядом с Джумамичи. Все время там живо бывает. Все время что-то происходит. Я хотел, чтобы вот эти две несовместимости они совместили. И этому коллективу удалось. И действительно, я горд за этот музей. Умницы, прекрасный коллектив. И бывает приятно туда заходить. В любое время зайдешь, там на самом деле настроение только поднимается. И кто не был к вашему стыду в музее, я вам настоятельно рекомендую посетить. И все время у нас там и мероприятия проходят. Очень современный музей. Вот благодаря вот этим молодым ребятам, которые там... Там и коллектив человек 3-4. Да, их 4-5 будет. Но ребята работают. Умница, ребята. И я этим музеем я горжусь. Вот то, что было у меня в голове, они реализовали. В том числе благодаря вот моей поднимат. Тем более, что она, сестра моя, очень близко другого. Спокойного. Объявить благодарность Исраилову Исраилову Магомедовичу, инспектору ботовского лесничества. В какой зоне работаете? А, инспектор. Вот вам сейчас легко работать. Благодаря газу, да? Очень легко. На самом деле, там, где лесов поминя не было, у нас лес появляется. Это, во-первых, газификация. Во-вторых, уже коз не содержат люди. Козы же съедают эти маленькие саженцы. И поэтому у нас очень лесистым становится место, там, где вообще сосна не было, очень много лесов становится. Но вы, я вам хочу выразить благодарность, большую работу проводите по сохранению этого леса. Это на сотни лет вперед работа, согласитесь. Так что лес, это самое ценное, что мы имеем. У нас относительно район, не самый лесистый, да? Относительно Цунтинского, Цумадинского района. Но то, что есть, вы действительно бережете в этом смысле. И главы все у вас поддерживают. Особенно тяжело бывает, когда лесные пожары возникают. У них и коллектив маленький. Они на мизерную зарплату живут полставки, наверное. Помогать, хоть и есть ставка. Многие на полставки на мроте сидят. А тогда надо пожар тушить. С них требуют как будто профессионалы МЧС. Вот и в этом смысле. И главы, конечно, поддерживают. И им большое спасибо, Диматон. И за вашу работу. Коллектив очень у вас прекрасный. Объявить благодарность Магомедовой Салихад Ахтейнабиевне, администратору Многоконационального центра по Готовскому району. Дошло до того, что Салихад привлекли к работе даже в военкомате. Сколько тысяч данных по резервникам ты внесла? Семь тысяч чем-то данных. Им в течение этого месяца задачу поставило правительство. Как всегда, когда не знаешь, на кого звонить, на МФЦ валят. И на нас, на муниципалитет. Не спали в военкомате. Сидели и Салихад и другие члены разных коллективов. Работали, вносили данные, создают сейчас электронную базу данных по всем резервистам и так далее. Даже за военкомат пошел Салихад работы. Так что, один из самых таких опытных. Так что, спасибо за работу. Действительно, профессионал и люди о вас очень хорошо отзываются. Ну, военкомат и продовольствия. Да, Работа? Да. Объявить благодарность Магомедову Мураду Мураду Мухтаровичу, диспетчеру АГС Мурадского района. Мурад, у вас очень уважаемая фамилия, покойная ваша отец тоже, наш общий друг Мухтар, очень достойным человеком и свою фамилию очень бережете. Спасибо за то, что вы делаете. Газовая служба, как я уже сказал, всю ценность, весь район увидел вашей работы. Пусть район не увидит дня без газа. Объявить благодарность Магомедову Ахмедовичу, ведущему специалисту управления службы защитного населения в муниципальном образовании в Борсовском районе. Ахмедович, давно работаешь? С 19-го. Чего ни разу не доходил? Правда, управление социальной защитой, раньше люди приходили пачками эти документы, насели бедные ходили. Сейчас, благодаря тому, что в том числе их работе, человек сидя дома получает положенный выплат. Это казалось бы, немыслимые вещи. Раньше, если ты здесь организации должен был обойти, то три дня тебе на это нужно было. Сейчас дома сидя люди получают, многодетные семьи и так далее, благодаря их коллектору, в том числе Хазбулей. Спасибо им за работу. Объявить благодарность Амарову Раджаву Магомедовичу, главному специалисту отдела безопасности гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации. Объявить благодарность Амарову Раджаву Магомедовичу, главному специалисту отдела безопасности. И через день приходят мне его хвалить. Я говорю, прекрати уже, а тут теперь хватит, что ты мужчину хвалишь, сглазишь еще, да, этих молодых специалистов. Еще и зазнается, говорю, ты испортишь парень. Ты скажи, хуже всех работаешь, он еще лучше станет. Искренне рад, что Амаров в нашем коллективе. Вот Амаров Раджав. Объявить благодарность Расулову Магомедову Махтаровичу, врачу-неврологу Ботховской ЦРБ. Амаров Раджав. Объявить благодарность Саидудиновой Фатимат Абу-Язидовне, художественному руководителю Сельского Центра Культуры и Досуга, село Аллах. Благодаря таким, как Фатимат, нашу культуру, наши традиции, самое ценное, что нам предки передали, мы до сих пор сохраняем и передаем своим будущим поколениям. Мы с Управленной культурой, мы задачу поставили Управленной культурой, чтобы они объехали все села, чтобы во всех селах показывали концерты или театрализованные представления и так далее, чтобы максимальный охват был населения услугами культуры. А то часто бывает, что мы в райцентре проводим, а в селах люди ничего не видят, а здесь одни и те же зрители. И благодаря таким, как Фатимат, если несколько, я скажу, активных специалистов, руководитель Центра Культуры и Досуга в селах, благодаря им эти Сельские Центры Культуры и Досуга и существуют. Если где-то уже успели даже их ликвидировать или на амбарный замок закрыть, благодаря Фатимату и ее коллегам, многие из вас, я знаю, они часто на энтузиазме работают, зарплата тоже минимальная, наверное. Где-то и полустарки у них бывает, где-то вообще за бесплатно некоторые работают. Так что спасибо, Фатимат. На самом деле очень ценная у вас работа. Я не знаю, если вот это поколение уйдет, руководители, что там будет, потому что не все так рутся сферокультурой, все хотят там денежными юристами или экономистами становиться. Но народ жив, пока живая их культура. И спасибо за то, что вы проводите. Объявить благодарность Сайпуевой Саиде Хабибовне, пресс-секретарю главы администрации муниципального района Боря-Северова. Я так скажу. Мужчин не хватит, но женщин не хвалить не могу. Лучше меня в школе училась. Меня часто спрашивают, как только... Это мое первое кадровое решение, я вам еще скажу, как я ее назначил. Она была вообще в Москве. В реклане в школе работала, потом перешла в Москву. Я ей звоню, Саида, ты где находишься? Я вот как главой стал. В тот период пандемии там. Тихий ужас был, да, просто. Люди дверь не открывали, когда к ним стучат. Я звоню, Саида, ты где в Москве? Я тебе говорю, такой день я тебя жду, все. Приходит она, документы у нее с собой. Мы с полу слова друг друга понимаем. В детстве вместо я выросли в одном классе. Я говорю, пришла, хорошо, иди в отдел кадров и начинай. Все. Куда, что хочешь, будешь ли работать? Пожалуйста. Вот такие у нас отношения. В классе тоже лучшая была, в выпуске тоже лучшая была, не скажу, потому что другие обидятся, но одна из лучших была на самом деле. И поэтому нетрудно себе представить, как работа поставлена. Число лучших относятся среди пресс-секретарей, тоже муниципалитетам. Ну, просто умница. Спасибо за это. Честное слово, только ради меня на работу и держится. Давно уехал бы, наверное. Только попробуй. Объявить благодарность Сайхудиновой, мадинат Магомедовне, акушеву, пенчерско-апчерского пункта, село Рафата. Мадинат, вот, видя состояние этих фапов, честное слово, мне самому бывает стыдно. Их по чуть-чуть ремонтируют, но их много, и состояние-то прекрасно отопление есть у вас. Вам чертовски повезло, честное слово. Очень часто в этих фапах обогреватели обнимают. В хелетуре фапы, вообще в будке следит это, видимо. Зимой там, наверное, бывает морозильник, летом, наверное, там капкур и гриль, да? Вот в таком состоянии работают. Мне стыдно бывает, заходя в эти фапы, и видя их ремонт, их состояние. Но несмотря на это, на энтузиазм работают. Мы знаем, когда что-то плохо, человеку в селе, он сперва бежит к ним. Только потом, если они не справятся, бежит в районную больницу и дальше в республиканские. Спасибо за то, что вы проводите, за то, что вы терпите все эти недостатки. Да и обеспечивают вас в самую последнюю очередь. Когда райбольница получила, когда поликлиника получила, когда участковые получили, потом вспоминают папы. Согласитесь, да? Ну, несмотря на это, не думайте, что мы о вас не думаем, не беспокоимся. Мы в этом году вот гумха-фапы новые ставим, а сута отремонтировали. В следующем году несколько фапов отремонтируем еще в Хелитуре новые фапы. Наверное, установим там, как модульные сборные идут. Я из-за этих дел с министром, ваше, поругался. Прямо на совещании. Так что пусть наша дружба испортится, главное, чтобы у вас условия были хорошие. У нас с министром ничего страшного, мы с ним помиримся. Но искренне тяжело бывает, когда сам и решить не можешь. Ты можешь максимум жаловаться, ругаться. И ругаться тоже вверх, не вниз. Вниз же, к тем, кто внизу, легче бывает, да? На них наезжать. А наверх наезжать тяжело бывает. На тебя же падает то, что я наверх кинул тоже. Да, поэтому, но мы не думайте, что мы вас бросим. Спасибо. Объявить благодарность Сахартулаеву, Шамиру Анасовичу, бухгалтеру, централизованной бухгалтере. Поздравляю тебя искренне. Очень тяжело нам бухгалтерам найти централизованную бухгалтеру. Желающих уйма. Достойных нет. Дипломы есть, специалистов нет. На самом деле, вот у меня их руководитель, руководитель централизованного бухгалтери, вот Магомед, опытный работник, он вводит просто. Ищет специалистов. И вот этих же, Шамиля Анасовича, и таких ребят, вот так мы держим. Не знаю, насколько хватит у нас сил их держать. Потому что и зарплата невысокая, и нагрузка их перегружена, на самом деле бывает. Раньше мы с вами знаем, бухгалтери, устроившийся человек был один из самых блатных в районе. А сейчас убегают. Потому что намного прозрачнее становится, намного контроль жестче. Кто только их не контролирует. Каждый месяц кто-то приходит, наверное, да, что-то требует. И очень тяжело, спасибо за то, что вы проводите эту работу. А и не будут. Вот это главное. Объявить благодарность Умарову Алиев Кызриевичу, заместителю начальника информационно-аналитического отдела Емры Франеев России, номер 12, по республике Дагестан. Алиев Кызриевичу, заместителю начальника информационно-аналитического отдела Емры Франеев России, номер 12, по республике Дагестан. Алиев Кызриевичу, заместителю начальника информационно-аналитического отдела Емры Франеев России, номер 12, по республике Дагестан. Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольства Республики Дагестан. За многолетний добросовестный труд, большой шлаг в развитии агропромышленного комплекса Республики Дагестан, наградить почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольства Республики Дагестан, Мурмагомедова Гамзатова Алиевича, главу личного подсорного хозяйства в село Муни. Вы знаете, друзья, в этом году у нас было очень не было урожая абрикосов. И мы весь Дагестан и другие регионы завалили абрикосом. Чтобы вы знали, на территории Республики самая большая площадь абрикосовых садов у нас в Отресском районе. А в Отресском районе самая большая площадь сельмунии, практически половина. Свыше 7 тысяч тонн абрикосов мы сдали. И благодаря этому и завод обеспечили свыше 650 тонн. Они приняли на нашем заводе на производство соков и так далее. И все остальное мы уже и даже за другие пределы Республики увозили. Абрикос на самом деле у нас считается, относится к числу самых качественных. И мы проанализировали, кто из сельхозпроизводителей достиг наибольших успехов в этом деле. И к их числу тоже отнесен. Вот Гамзат Алиевич, большое ему спасибо за то, что он вот этот дедовский труд не бросает. Труд нелегкий, труд очень рискованный. Мы знаем, в один год мы можем без единого абрикоса остаться. Просто достаточно в апреле, чтобы холодок дал, когда цветение. За одну ночь можно все погубить. Минус 3-4 градуса уже абрикос до свидания. Вот такой рискованный труд. Но несмотря на это, вдоль реки Андийская Кольсу, наши села, наши сельчане этот труд не бросают. И качество продукции, конечно, высочайшее. Спасибо, Гамзат Алиевич. И поэтому мы решили, ряда сельхозпроизводителей района представить для награждения по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия. И вот министр направил грамоты для вручения им. Наградит Идрисова Иксона Мухтаровича, главу личного подсовного хозяйства, Селение Министерства сельского хозяйства, главу личного подсовного хозяйства и продовольствия. И сам, будучи главой, нелегально этим занимался. Сейчас может вполне законно заниматься реализацией абрикосов. Один из таких успешных производителей абрикосов Министерства. И один из самых опытных, главных, все тоже эффективных был. Спасибо за работе. Наградит Гайдарова Магомед Дибирова Магомедовича, главу личного подсовного хозяйства и села Бокхе. Набиева Камиля Магомедовича. Еще раз хочу поздравить вас с этими, хоть и невысокими, но заслуженными наградами. Попробую пожелать вам самого доброго. Пусть вот эти награды будут самыми малыми в вашей жизни. Самая большая награда – это удовольствие благодарных жителей нашего района. Удовольствие вашей работой. И вот их оценка для нас с вами – это ключевой показатель, самая высшая награда. Да, в силы у вас в жизни будет еще много высоких наград, тем более, что вы, как никто, этого заслуживаете. Ковное здоровье вам крепко и немного терпения. Немного терпения, порой нам его не хватает, мы, в корце, люди горячие. Так что пусть каждый день в вашей жизни будет радостной. Субтитры создавал DimaTorzok supercomпиемых людей, тоже сahlтиганиями。 Мы дышали на времена тем, что люди беспокоятся у нас в землях, нам нужно, где ходят, у нас считаются очень draußen. Они едут божьей. Для них жив-жив, что один был. Собирает и кучей отрасли с Россией в санкт-клак, там с государственного ассоциального и европейского. Которые они зачеряют, что на самом деле добавили, так что в этом году они не понимали, что на этом году они не признаны в этом году. Так что для того, что они не будут правдолюдиваться в этой городской области, Так вот, в принципе, практически не имеет никакого рода с больным. Если бы вы не был аром, зажигали, что будет, в принципе, какая обещанная цель, какая группа, какая группа, какая группа, какие группы администрации, какая группа администрация, которая будет работала в районах, 1 2 3 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 9 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 13 14 14 14 Благодарить и сказать, что мы искренне рады, что это старшее поколение рядом с нами. Пусть Всевышний продлит их жизнь, и пусть их мудрость нам тоже передаст более молодому поколению. Это, наверное, очень ценно для нас. Не зря наши предки особо относились к старшему поколению. И вот это чувство уважения и так далее, это нам передается с молоком матери. Есть еще желающие что-то сказать? Субтитры создавал DimaTorzok